привет народ и рад приветствовать вас на канале капитан герман и у нас сегодня будет технический ролик вы спросите почему у нас такой странный ракурс в начале этого видео а все просто я нахожусь с вами общаюсь на фоне нашего хардтопа и этот хардтоп мы сегодня будем закрывать и делать так же красиво как это сделано у нас внутри лодки ну что вы готовы погнали и так мы съездили в магазин и купили следующие элементы нашей конструкции краска вы спросите зачем она окрасить мы ею будем фанеру которая будет у нас под винилом вот у нас есть вот такие плафончики свет потому что будем доставлять свет вот так это выглядит и вот так вот управляется мы хотели купить такие же лампочки как у нас установлены ну а потом как-нибудь поменяем потому что их нет один из важных элементов которые у нас есть это как упакована завес на них мы будем крепить наш плайвуд и эти завесики из нержавейки и саморезы которые у нас так теперь краска здесь написано что ее хватит на 15 квадратных метров нет если в два слоя на 5 6 на 12 метров и и хватит если в один слой нам в один слой нужен потому что он нужен как грунт красить будем валиками marine great в общем защита фанеры чтобы она была защищена от солнца и воды в общем фанера должна приехать через пару часов нам ее привезут прямо на лодку вот такой вот здесь великолепный сервис на бали мы съездили купили а дальше она приезжает прямо к нам вот у нас гора за вес 6 лампочек которые будут у нас установлены все теперь ждем фанерку что наш потолок закрывался у нас есть вот такая вот штука это будет установлена внутри и будет вот вот так вот чик выезжать закрываться и заезжать обратно мы не знаем будет ли это работать будем пробовать и смотреть как получится раз два три 4 5 начинаем разбирать так ну вот с потолка все убрали он готов для размещения панели вот видите выезжают ребята они привезли нам dos фанерку это 9 миллиметров фанера и наша идея ее ну чтобы она не разрушалась там от воды потому что она будет внутри находиться мы ее покрасим красочкой кручутки у два листа их надо будет сейчас разрезать разметить это то что сейчас буду делать а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас выставляем, чтобы были минимальные зазоры. Проблема в чем? Вот у нас хардтоп достаточно кривоват, поэтому мы не можем сделать ровно, потому что если мы делаем там ровно, а здесь, получается, нет зазора. Если мы делаем нормальные зазоры вот здесь, то вот у нас сейчас здесь надо их состыковать, то есть вот тут вот подрезать. Проблема всей этой истории то, что данный хардтоп это все-таки вручную сделано, и вот эти все зазоры, они, конечно, ужасные. И когда ровно нужно состыковать вот потолок, вот если его просто ровно порезать, то будет, конечно, все очень криво и косо, просто за счет того, что сам хардтоп кривой. Но это только в зазорах видно. Мы сделаем максимально, насколько это возможно. Когда оно обтянется винилом, эти зазоры еще уйдут. Я надеюсь, что он будет плюс-минус окей. Но очень тяжело это все выставлять. Так, вы видите, у нас пакетики уже лежат на деке. А здесь большой пакет лежит, потому что мы будем красить нашу фанеру. У нас есть специальная краска, я вам показывал. Это, вернее, даже не краска, а грунт для защиты древесины от погоды. В общем, у нас здесь все подписано. Размечены завесы. И сейчас мы это все покрываем краской. И они у нас будут сохнуть, а потом мы их будем обворачивать винилом. Субтитры сделал DimaTorzok Так, та пошла сушиться. И вот Дина мажет оставшиеся две. Я думаю, что вот так оно потом мы его оставим сушиться. Где-то там, может, вечером покрасим просто другие стороны и все. Погнал, да? Да. Так, это у нас прокраска для торцов. А вот это сушка уже от лакированных изделий. Все, готово. Все лакированные поверхности уже сохнут. Я думаю, пару часов они перестанут быть липкими. И ближе к вечеру, а то и завтрашнему утру, уже их можно будет дальше использовать. Винильчик. Вот наш винил. Это внутренняя сторона. Сейчас мы будем разбирать и мерить. Все. Пока все. Хочешь сама? Все. Это у нас та часть, которая будет вставляться вот сюда. Мне мама учила, когда она стулья бивала. А, ну да. Там нужно было, я сначала сделала, там просто она нужна была прям в такой натяг. Так, винил натянут. И... Смотри, Сережа, подожди. Вот здесь, смотри, если ты по правилам загибаешь, ты получается... Хорошо, это не страшно. Такая вот фигня. Она тебе нужна или нужно не по правилам, а вот так заглутать, тогда ее не будет. Да, вот так надо будет. Я все их примеряю. Красиво. Ну что, давай попробуем. Просто вставляй свою сторону туда. Вот такие у нас будут панетки. Ну вот еще один почти готов. Уголочки. Это закладная. Вот сейчас здесь Дина делает вот эту вот штуку, нам соберет. Что мы еще делаем? Мы берем просто вот такой вот кусочек и вкладываем его внутрь. Потому что когда ткань натягивается... Я здесь, конечно, взял наждачку и сравнял. Но чтобы не было большой нагрузки на уголок, мы туда закладываем вот такой вот еще дополнительный маленький кусочек винила. Так, народ, короче. Мы решили все-таки не заниматься фигней, а пошли в магазин и купили вот такие вот замечательные замочки. И работают они вот так вот. То есть вот здесь вот есть место для пальца. И вот когда он поднимается, крючок уезжает в сторону. Мне кажется, что это будет очень красиво. Красиво. Ладно, чтобы уже... Да, так, мы вот сейчас прикрутили три завесы. И на второй такой же стороне уже завесы готовы. В общем, вот эти части у нас стоят на месте. Ну, вот такая красота получается. И потом это все будет становиться сюда и займет свое положение. Предварительный статус. Вообще, это все, конечно, заняло времени, но просто сильно больше. Так, фронтальные панели у нас лежат. Ну, тут временно у нас то, что мы меряем уровень. Так, это внутренняя сторона. Уже установлены замочки. И это уже готовая к установке. Посмотрите на эти замочки великолепные. Какая красота! За счет того, что толщина самой фанеры 9 миллиметров, саморезы в ней практически не держатся и вырываются. Особенно, когда нагрузка такая большая. Поэтому мы приняли решение крепить все на болты. И я считаю, что это правильно. Единственное, что они будут торчать снаружи, так вот, ну, заметно. Ну, мы сделали красивыми гаечками. Я думаю, что с этим компромиссом можно будет нормально жить. Так, вот первая половинка у нас встала. Все завесы работают. Так, помыть немножко надо. Оп! Такс! Все это стоит на месте. Единственная проблема. У нас, если вот эту сторону мы закрываем, то миллиметра три не стыкуется. То есть, как бы, зазор получается очень плотный. А я сейчас возьму просто вот... У нас завесы были вот так. Я их поменяю на вот так. И где-то пару миллиметров у нас уйдет. Если надо будет, я сделаю то же самое с вот этой панелью. Ну, и попробуем сейчас это все состыковать. Так, ну что, проверяем. Итак. Хопа! То, что мы сейчас делать не сможем, мы не сможем повесить лампочки, которые у нас вот здесь. Их тупо нет, их надо заказать, потому что то, что здесь продается, это ужасно. Мы их хоть и купили, но ничего хорошего. Просто обычные старые галогенки. И это я уже буду делать вместе с лампочками. Единственное, что то, что я врезал, это вот кнопочки. Кнопочки уже нажимаются. Красивая крыша, которая закрывает панелями декоративными. Все, что под ней. Осталось ее помыть. Там какой-то небольшой декор. Придумать, что делать со щелями. У нас уже есть идея. Ну, в общем, это то, что у нас будет в ближайшее время. А на этом, наверное, все. Ну, и вот теперь финальная точка в изготовлении нашей крыши. Смотрите. Сейчас я вам покажу, что там крутое. Короче, что здесь делается? Регулируется. Можно включать с пульта on-off. Можно регулировать температуру. И можно регулировать яркость. То есть у нас офигенные лампочки. Стоимость 6 таких лампочек. 38 американских долларов. Но здесь, сюда, в Индонезию, оно пришло за 80 с учетом здесь местных налогов. Короче, сейчас я вот сюда все подключу. Так, ну, правило, дочек я провел. И завел его на клеммнике. Сейчас я вам давайте покажу. Так, вот этот серый проводочек, вот этот, это как раз наше питание. И у меня здесь есть вот такая клеммная колодка. Вот, вот здесь, вот видите, красный. Это автоматический предохранитель на 10 ампер. Сюда сверху заведен минус. Все подключено. Вроде все как и должно быть. Так, ну что, подключение есть. Теперь проверяем. Выключатель. Это должны быть передние. Чик. Горят. Задние не горят. Включаем второй. Горят. У меня, получается, две зоны. Одна лампочка светит на стол. Вторая над рулями. И выключение у нас вот здесь. Раз, два. А теперь мы ждем вечера, потому что я вам говорил, что у нас есть пульт, который настраивает яркость и температуру. И сделаем уютный кокпит. И вообще они все будут выключаться с пульта, если нам этого очень захочется. Такой чик, включил, чик, выключил. Ну что, проверяем. Пришел вечер. Ох, как великолепно. У нас тут теперь есть... Дина? Мы должны делать это теплее. О, вот так лучше. Вот так? Может, как-то вот средненько? Вот типа вот так? Вот так, нет? Еще теплее. Еще теплее. Вот так. Еще теплее. Ну куда желтый уже? Ну нормально. Желтый. Ну хотя бы с компромисс давай. Нет, давай без компромисса. Я его туда выключу. Короче. Желтый. О, так же. Вот так? Вот так. Вот так. Вот так. У нас теперь желтый свет. Здесь. И по яркости у нас... А тут максимальная яркость? Это максимальная яркость. И прикол здесь в том, что теперь можешь делать так. Какое великолепие. Супер. Нравится. Ну что, народ, если мы уже в таком ракурсе начинали данное видео, давайте его в таком ракурсе и закончим. Вот за мной великолепный наш хардоб, который уже имеет покрытие. Внутри у нас гараж, в котором закреплены доски, удочки и много всего. Собственно, это то ради чего вот такая форма затейливая, полусферой и была сделана. Ну, давайте перейдем к деньгам. Итак, суммарно, что у нас получилось? Я буду подсматривать на бумажечку. Краска 5 долларов. Завесы фурнитура 80 долларов. Фанера 60 долларов за два листа, которые хватило на всю нашу конструкцию. Свет изначально 20 баксов, которые мы купили. Замки, вот эти, которые неудачные, 100 долларов, которые мы выбросили. Потому что они не подошли. Лобзик 30 баксов. Уже нормальные замки, локеры 100 баксов. Набор коронок, чтобы резать красивые дырочки, 20 долларов. Винил 150 баксов. Правильный винил, который имеет все характеристики. Защита от ультрафиолета и прочее, прочее. Провода и всякие валики. Там, корыца для краски. Это где-то суммарно обошлось на 50 долларов. Итого у нас наш хард топ. Вернее, вот эта вот великолепная внутренняя отделка обошлась в 700 американских долларов. Поэтому вот такая вот цена на данный проект у нас вышла. Итак, у нас было вот так, а стало красиво вот так. Получилось, по-моему, очень хорошо. Все, друзья, не забываем ставить лайки, пишем комменты, подписываемся на канал. Обязательно проверяем колокольчик. У нас периодически будет выходить техничка. Потому что мы уже не в переходе. В переходе я предпочитаю не чиниться. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова